Приветствую уважаемые, меня зовут Эндрю Браун и вы попали на канал Путь Режиссера И сегодня в данной серии видеосюжетов, которая будет пополняться еженедельно Мы будем говорить о том, как общаться с клиентом Поэтому, если вас интересует эта тема подробно, обязательно вот такие штуки И не забудьте подписаться на канал Итак, что у нас в принципе за объем работы Это звонок клиента Первое видео, сегодня об этом Встреча, смета, бриф, администрирование проекта и договор Об этом все мы будем говорить уже в следующих видео Но, очень важно поговорить о том, как общаться с клиентом по телефону Когда он вам позвонил, что будет дальше происходить И важные моменты мы сегодня с вами закрепим Поэтому, поехали Почему так важен звонок клиента и зачем делать для него отдельное видео Очень просто, психологическая игра между вами и клиентом начинается непосредственно с его звонка Все, что вы услышите, все, что вы спросите И ваша полная коммуникация даст вам очень много информации о клиенте Например, что вы можете узнать Так это основное, это осведомленность клиента в вашей работе Насколько он понимает всю ту объемность мероприятия, как видеопроизводство В принципе И какие ему раньше снимали видео, снимали вообще Есть ли у него какая-то база на работу Для того, чтобы уже с вами более предметно, точечно общаться Также вы можете узнать его психологические характеристики Да, первичные какие-то моменты Как он формулирует свою речь Да, какие-то предложения Как он изъясняется путем использования каких-то терминов или же нет Вы можете подготовиться уже к грядущей встрече Если она наступит А именно это основная цель То есть звонок клиента Чтобы у вас потом была встреча И на этой встрече вы должны быть уже готовы к предметной беседе А для этого вам необходимо во время звонка понять, что хочет клиент И если он где-то, у него есть какие-то моменты То вам придется либо больше трудиться и объяснять ему Чтобы впоследствии не получить каких-то правок многочисленных Не потому, что возможно вы неправильно что-то сделали А просто потому, что клиент не понимает, что он хочет Ему нужно объяснить это до того, как вы приступите к работе непосредственно Поэтому звонок клиента это очень важно Еще раз напоминаю Поэтому давайте дальше Давайте теперь поделим клиента на понятного и непонятного Это естественно условно Мы просто вот я тезисно выписал себе Чтобы вам точно проговорить то, что касается этих вопросов Допустим, вам позвонил человек И он изъясняется четко, корректно У него есть четкое ТЗ, понятная направленность И он уже предлагает вам встречу для того, чтобы подробно обсудить все Это один из видов понятных клиентов Когда вам не приходится много задавать вопросов К вам относятся профессионально Ваше время не тратят во время этого разговора А точечно предлагают вот это, вот это Вы сможете, сможете Приходите встреча, будем предметно говорить Вот это понятный клиент Еще одна разновидность понятных клиентов Когда нет четкого ТЗ, да, вот прям по полочкам Но есть какая-то понятная слаженная мысль и задача Возможно это стартап, возможно еще какие-то варианты Но эта задача звучит более как бы просто И при этом очень лаконично связана Это говорит, что человек в принципе понимает, о чем он говорит Человек возможно имеет какой-то уже внушительный социальный статус Значит там опять же есть какие-то дивиденды финансовые Вот и вам есть смысл общаться с таким клиентом Также такие клиенты звонят вам заранее То есть не сдача проекта вчера там или за неделю Или за три дня нужно сделать какой-то большой глобальный проект Они звонят за две недели, за месяц, да Для того, чтобы решить эту задачу более профессионально, более правильно Поэтому такие клиенты также являются понятными Непонятный клиент, да, допустим или неответственный клиент Это тот, кто предлагает вам работу по бартеру или за еду Естественно на начальных этапах вашего становления видеопроизводства Вы можете это делать для своих друзей, знакомых Но когда вам звонит по телефону человек, который где-то взял ваш номер, допустим И говорит, что вот я посмотрел ваше портфолио, мне нужно вот подобное видео, как у него Все то же самое, просто мне нужно там для какого-нибудь бизнеса, все И начинается такой запутанный диалог ни о чем И потом предлагается вам, например, получить какой-то дивиденд не в виде финансов А вот вас там покажут на каком-нибудь телевизоре в гастрономе, допустим Вот такие виды работы тоже присутствуют и люди их делают в принципе для портфолио Но если такое вот начинается, то как правило там может быть и различные какие-то правки Которые они относятся к изначальному какому-то договоренности И всевозможные проблемы, с которыми, естественно, мне кажется, сталкивается каждый креатор И, соответственно, есть с этим проблемы Следующая разновидность непонятных клиентов это работа на ваш вкус То есть вам звонят и говорят, что есть такая задача, но ее нужно сделать на ваше усмотрение То есть у меня нет, допустим, какого-то вкуса или я не знаю, что я хочу Но вот сделайте, как вы делали, да, для всех остальных, да И мы потом посмотрим И, как правило, это заканчивается вот тонами правок, тонами непонятных каких-то штук, да, которые вам не нужны Поэтому вы должны с заказчиком сформировать точное ТЗ Он вам должен дать определенные стимулы, определенные направленности для того, чтобы вы вместе оптимизировали этот проект И уже совместно наблюдали его финальный красивый результат Следующая разновидность это работа с клиентом, когда у него какое-нибудь рваное ТЗ Рваное ТЗ это значит, что человек пытается в одну задачу вместить несколько жанров или поджанров То есть он предлагает снимать, да, интервью для какого-нибудь мастер-класса маникюра И что является предметной съемкой и вообще отдельным видом деятельности И все различные варианты работы немножко меняются в этом формате И это все нужно обсуждать, это все нужно доносить ему, как ребенку приносить И показывать, что вот это вот интервью, вот это вот предметная съемка Объединить это все в одно будет являться какой-то, допустим, сложностью То есть увеличением бюджета, то увеличением количеством дней на монтаж То есть начинается какая-то такая игра, да, что у вас есть какая-то сумма А в эту сумму пытаются вот положить все, что можно положить, да То есть вас пытаются максимально использовать И поэтому и на этапе постпродакшена во время каких-то моментов с утверждениями, справками Могут возникнуть нюансы и по гонорару возникнуть нюансы В общем, будет множество проблем и работать с таким заказчиком, естественно, будет неприятно Следующий тип непонятных заказчиков, это когда у него есть идея, он горит Он такой весь залетает к вам на звонок или в инстаграм и говорит Так, у меня вот это вот есть, давайте сделаем вот так Я думаю, на озере будет классно, будет машина там крутиться где-то Потом еще что-то происходить И в общем, все готово, надо просто вот снять И получается, что вас призывают согласиться Так как времени, ну как бы это не займет много, да Ну и как бы все уже продумано, вам ничего не надо делать, просто прийти поснимать, да И в таком формате человек просто не понимает весь процесс Там вот перед продакшеном до финального рендера С чего он состоит, да Как это все организовать, сколько это будет стоить То есть он просто говорит, что это мало займет времени Рассчитывая на то, что ваше время стоит чисто вот в таких вот эквивалентах Час, да, там ваш час или ваш 2-3 часа И потом уже все не важно, да Там монтаж, цветокоррекция и так далее То есть этот клиент не понимает, ну просто он не осведомлен о вашей профессии И с таким клиентом, естественно, работать не советую Потому что в дальнейшем будут такие же проблемы И есть еще такой подвид непонятного клиента Который может, ну, содержать в себе предыдущие варианты, да И быть вообще одним, одним большим клиентом Где есть все эти, как бы, да, тезисы Что очень-очень плохо И, как бы, да, с таким человеком вообще разговаривать, я думаю, не нужно Работа по референсам, да Как правило, происходит Но есть клиенты, которые, ну, просто референсов не могут найти Или не хотят искать Или вот просто он ничего не понимает, не видит Он не хочет референсов, он не понимает, какая у него целевая аудитория Он просто хочет какое-то видео для кого-то И получается, что на этапе постпродакшн, на этапе утверждения правок Все начинает идти, ну, наоборот Вы начинаете делать не одно видео, а три видео Вы начинаете делить их, вы начинаете переснимать, дополнять и так далее Все, чтобы угодить вашему клиенту, который, по сути, вас уже, да Ну, от него не будет никакого, как бы, условного толку, да Когда мы ожидаем от какого-то хорошего клиента дополнительную сарафанку Или каких-то, да, знакомств То этот клиент должен, ну, представлять что-то из себя Иметь какую-то репутацию и социальный статус И предлагать какие-то, да, внятные сформулированные идеи Но когда у вас вот такая вся непонятная суматоха происходит То, естественно, и есть вероятность, что привлечется такая же вот публика Поэтому лучше с этим не связываться Сразу объяснить, что вы так не работаете Давайте подытожим, что вы должны по итогу выяснить после звонка клиента В первую очередь, осведомленность его в данной деятельности То есть, у него были ли какие-то видео, снимал кто-то ему раньше Кто это были, какие бюджеты примерно и так далее Для того, чтобы сложить картину его осведомленности в данной деятельности Второе, это четкое понимание задачи То есть, если у вас ТЗ какой-нибудь, да Если у вас хотя бы какая-нибудь сформулирована правильно, четко и просто мысль А не перепрыгивание там смысле на мысли, скрещивание каких-то жанров и так далее В общем, какая-нибудь непонятная сумбурная история Которая требует отдельного подхода Или какая-нибудь четкая и сложная задача Когда вы приходите на встречу и вот даете человеку решение и оптимизацию данной задачи Потому что есть несколько типов клиентов Когда вам звонят и говорят, что вот у меня все перепутано, запутано Я хочу это все решить Хочу вот это, то и это Вы ему, как ребенку на пальцах объясняете, что такое видеопроизводство Вы его начинаете вводить в курс дела вообще в принципе, да А когда вам звонит человек, который уже все понимает, ему уже снимали И в принципе он знает, что он хочет То вы уже общаетесь с ним более предметно И объясняете не саму структуру, да А ищите оптимизацию То есть, вы пытаетесь ему помочь Вот направленно решить его задачу При этом ему будет приятно, если вы сможете оптимизировать И сэкономить даже ему деньги, дать лучший результат И естественно, вы должны понимать примерный бюджет на проект Чтобы не идти с какими-то презентациями для больших идей и большого бюджета А идти более уже с какими-то вариантами, которые будут соприкасаться с вашим клиентом Также хорошо бы за время беседы выяснить какие-то психологические тенденции вашего клиента Склонен ли он к каким-то переменчивым настроениям Какой-то агрессии, вспыльчивости и так далее Чтобы понимать, что вас ждет на этапе правок, постпродакшена и вообще общения с ним Друзья, я надеюсь, вы усвоили урок И в следующем видео мы с вами поговорим о том, как вести себя на встрече Что будет происходить, какие есть варианты ее разрешения Если вам все понравилось, обязательно вот такие штуки Подпишитесь, не забудьте на канал Ну а с вами был Эндрю Браун Вы были на канале Путь Режиссера До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok